Ведьми делятся на три звена. Я об этом уже говорила. Есть старшее звено, ведущее звено. Есть среднее звено, есть начинающее звено. Начинающее звено – это, как правило, потомки. Потомки ведовских родов, которые продолжают, скажем так, ой, спасибо, которые продолжают дело своих родственников, своих бабушек и так далее. Среднее звено ведьм – это ведьмы, которые пользуются уже готовыми. То есть это нормальное звено ведьм, дорогие друзья. Хочу вам сказать, что бабушка моя, например, была среднее звено ведьмы, прабабушка моя. Среднее – это не значит слабые. Среднее – это значит те, которые делают уже на готовом. Вот они знали, как надо. Может, что-то от себя добавляли, может быть. Но у них не было такой задачи создавать и оставлять для других ведьм. Они свое знали, делали, и они были очень сильные. Так вот, среднее звено ведьм она не стремится создавать и оставлять. Но она очень сильная. Может быть, из среднего звена ведьм могут быть очень сильные мировые люди. Например, та же самая Ванга. Она тоже принадлежит среднему звену, потому что она, пока была жива, помогала. Хотя она была ясновидеца, но у нее были и ведовские вот эти наклонности. Она и ведьмой была. Но даже если... Знаете, Ольга, прежде чем люди с бедой пойдут к этой блондинке губастой, пускай мозгами своими подумают, и тогда у них не будет беды. Мне не жалко тупых людей совершенно. Потому что люди, которым ты говоришь, изучите мой канал, прежде чем ко мне прийти, они говорят, у меня нет времени. Вот я и говорю, если нет времени для себя, для своей судьбы, вот ты будешь попадать к таким блондинкам. Вот и все. Человек сам виноват. Больше никак. Так вот. И есть старшее звено ведьм или ведущее звено ведьм. Старшее звено ведьм или ведущее звено ведьм – это не лучше или хуже других, это просто ведьмы, которые создают и оставляют. Не просто там, глядя на меня, берут какую-то хренотень, там ставят и называют ритуалом. Нет, реально создают работы, которыми будут пользоваться после этой ведьмы многие поколения ведьм. Здравствуйте, Алена. Потому что, например, вот те работы, которые я даю обычным людям и практикам, могут делать и практики с обычным человеком, те же чистки, просто провести самим эту чистку и исправить. Просто то, что они сделают, будет намного сильнее эффект иметь, чем обычный человек сделает. Но на все случаи жизни. То есть я, исходя из своего опыта, когда я не могла найти нужные работы, чтобы, например, человеку в этом помочь, в этом, я начала создавать. Дорогие друзья, я начала создавать вынужденно. А потом это вошло в привычку, а потом это далось мне. Я вынужденно начала создавать, потому что я не могла найти, например, снять вот такое-то, снять вот такое-то. И тогда не было и сайтов-то искать, если честно. Не было сайтов искать. Я... у меня очень много книг, различных книг. Там очень много нужных... Привет, Илон. Нужных дел, нужных работ, очень много. Но оно не удовлетворяло мое желание, понимаете? Мою жажду, знание не удовлетворяло. Я не могла найти то, что я искала. Поэтому я стала создавать. Я начала понимать. Ну, например, вот пришел человек и говорит, вот работу не могу найти. Ну, почистили мы, сделали все. Человек говорит, да, мне хорошо, я себя хорошо чувствую, но работу я все равно не могу найти. И я вот подумала, где мне найти? Я поискала всю ночь, начала смотреть. Я еще смотрела, еще делала в детстве. Я делала, ну, писала эти ритуалы в детстве. Я говорю, у меня сестра, когда поехала недавно в Грузию, говорит, твою старую тетрадь нашла, а там такие вещи. Солнце, как ты солнце встаешь по утрам, так, чтобы мои дела пошли вверх. И тогда, представляете, это подсознательно нам дается. Желание создавать было еще тогда. Но в основном, да, но в основном, скажем так, вот основные серьезные работы я создала. Вот когда у меня появились люди, которым нужна была помощь, именно конкретно в какой-то ситуации я не могла найти, где это, что делать. И вот я сажусь и пишу, и пишу найти работу с черным котом. А потом этого черного кота я усовершенствовала, улучшила и дала людям. Тогда я с ним сама провела этот ритуал, и он нашел работу. И я тогда поняла, что, значит, если я не могу найти, я должна создавать. И это не просто вот так взять и создать. Понимаете? У нас еще времени нет, Илон, на это. Руки еще не доходят. Потому что эту книгу надо переделывать немножко. А те книги уже готовы, можно их переиздавать готовые. Да, вот эту книгу надо переделывать. Поэтому у нас никак еще руки не дойдут до этого. То есть вот по одному случаю, по другому случаю создаются эти ритуалы. Потом это испробуется на людях, дают людям. То есть это все, как правило, уже испробовано. Даже если я некоторые вещи создавала не очень давно, в любом случае это было на основе того, что уже было начитано, сделано. И я знаю, что оно сработает. А потом, естественно, твоя сила. И твоя сила соединяться дальше идет, потому что ты мастер. И силы благоволят как бы твоим работам. И поэтому это все дальше продвигается.